Ну что, друзья, всем привет. Это продолжение прохождения третьего Ведьмака. Направляемся мы на остров Спикерок, чтобы закончить квест с Булаками Ярости, чтобы уже стать чемпионом чемпионов. Вот так вот. О, кстати, там у нас доска с объявлением, поэтому я бегу её забирать. Так, спирать. Теннай, наста, токальни, лихвы, спираль, где-нибудь истинные. И какой-то, судя по пэтс. Покажи. Чё у тебя есть? У тебя ничего нету. Давай, а в карту. Не знаю, буду я что-нибудь... Карта-то нет. Попробуем за нильгард покатать. Так, выпала кавалерия одна. Я думаю, вот этого её не выпало. Кавалерия лишнего дворода. Кто-то знает. Печально, что не выпало ни одного агента реально. Прям максимально печально на самом деле. Вот, кто не знает, чё делать. Ладно. Пойдём пехотой. Идём чуть-чё-то дальше. Ну, понятно, ожидаемый мороз. Ставим Моврана Морхек. Что ж там? Мовран Морхек, судя по-какому. Мо... Мору... Ран. Так, вот, значит, давай мы сюда тоже подудим. Я тоже так умею. Моврана Морхек. Шесть. Кстати, две шестёрочки. Надо было её уничтожить. Ого! Ого! выбираю лукаря херово что три карты так можно какую-то карту возьму конечно вот эту дамочку кого я могу призывать? призываю лучника надеюсь нету казни да призывает он своих патронов да ему сразу патролог сейчас он кого-то еще позовет туда и звезл лучника две карты две 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 попробуем сыграть так и что залетает? еще один лекарь кого он еще залетет? еще одного лукаря и пытаюсь это все задудить задудить дуду все он проигрывает печально что не выпало ни одного агента кстати это как-то много странно на самом деле какой-то выпал это кто? дракон нужен так не получается плыть вообще вот туда но это выгоднее на... да нет это все равно я на кобыле быстрее допустим хотя попробуй стоит будем держаться вместе и все будет хорошо да обратно доплывем до того краешка правого амброса позову лакву и все так я надеюсь забраться-то смогу а что в воду не охота в ледяную хуй на руль да? почему забраться нельзя это вообще непонятно как там блять возможно как такое там возможно что нельзя забраться это такой бред так там такой был квест мяква вот что с ником друиды не мастера с призраками бороться да ну ты что ли лучше закрой пасть вот он поможет и лучше это же ведьмак призрак у нас на арене объявился может им посовет что ты хочешь знать вы знаете что ночь про эту дед не рассказывал что его дед рассказывал будто звали его улли неудачник он всегда проигрывал поедине и все до тех пор пока однажды ярл тормар не устроил на арене турнир тогда еще противников выбирали пожреть ярл в победе не сомневался издевался над улли высмеивал его так что народ ромар умирая проклял улли чтобы ты во веки веков значит уже были такие кто ты шутишь все его побеждают а он бедняга все время возвращается что это за ну а когда-то был у нас обычай что лучшие воины должны драться пока однажды не появились откуда ты знаешь я же говорил это видим я бы мог по если у тебя по и процент тебе но и есть немного да и хер с ним ну ладно звучит ладно потрясим сначала с этим букмекером что хочешь бит боюсь придется подождать арена закрыта и ты пришел помериться силами с духом арены пожалуйста только оставь пожалуйста все эти сгинь призрак я одолею тебя духа лет ты не похож на обыч почему это потому что не вы кроме того я прекрасно знаю что сейчас будет и так повторить но ведь ты не мог бери но беру сберусь может а ему надо проиграть и тогда он исчезнет ему надо просто проиграть я понял я победил тебя похоже на то поздравляю но как же это ведь я должен был здесь проигрывать доска и бакет об этом догадался в последней секунды что тихо мета я словно он появляется потому что пацаны проигрывает звон кубков то есть надо ему дать выиграть он исчезнет меня призывают на пир героев да ты дал прощай дух чего так надо помедитировать чтобы здоровье от регене все пацаны привет здорово дух вам больше не помешает надо думать о я знал возьми вы что поспорили а то я то был уверен что я часто вижу такие ру не бойся мылю и помни когда арена буду помнить на поколе что вы получите процент давай привет ты мутант верно да ну не криви рожу тебе повезло а быть может мне стоит что-то иди с ним вот чемпион чемпионов скальный тролль довольно зрелая особь на кулака и мы мы обеспечим никому не мешает то что а почему это кому то должно мешать это очень порядочный тролль он пришел и сказал что хочет драться тогда чемпионов у этого тролля хотим он не выдаст своего имени если он в бою помрет это верно я хочу драться как тебя геральт из я готов к бою я давайте уже быстрее можно я гулять подеру с ним а а а а а а а почему это дома не а а а а а а а а но а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Геральт из Риви, в честной борьбе ты победил чемпиона чемпионов и добыл право носить этот титул. Сегодня же я разошлю эту весть по четырем сторонам света. Вместе с титулом ты получишь положенную награду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ухротитель какой-то я чертеж получил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну давайте попробуем подождать пару дней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего гниду гулять? Тебе здесь делать нечего. Чего вы от меня хотите? Понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА так ладно с этим я закончу как мне вот это спросить так теперь надо керес вызнать что почем чтобы она глупости не натворила мы скоро закончим а потом выплыл огромный морской змей и отгрыз мне руку боги дали знать время принести жертву по моему разумению нужно было чтобы ты одолел змея ярл нет я знаю что они ждут жертвы уже пора подождем более ясного знака хотя бы до следующего сна мне больше не нужно знаков я ищу керес кажется она останавливалась у тебя дочь анкрайта да она была здесь где она что керес где сейчас керес не знаю не знаю хватит вопросов я ищу керес ты знаешь где ее найти надеюсь она пошла в деревню она давно нас не навещала и хотела поговорить с людьми но но что я опасаюсь что она могла отправиться в старый дом ярла удальрика хотя я пытался ее отговорить люди клана броквар стыдятся анкрайтов не в этом дело это странное место люди говорят что там водятся призраки отлично обожаю проклятые дома только что там понадобилось керес перед выходом она долго разговаривала с ярлом кажется она хотела ему помочь чем прости я должен идти к нему отличное начало ну шо бегу туда приветствую незнакомец а какие ну его вино есть не знаю откуда по поводу карты подъехали великан глаз пир туманник нормально что скажешь на нет севером дохера мне конечно дали ляки не помню ладно закидываем успеем было бы пиздата если бы мне спеона было бы прямо бомба лето и гулеты негативная кого-то потому что пиздать пока пора ну а если ты леверок и время хорошо, давай его обратно эх, сейчас выпал еще одно чучело мне может выпадет чучело? но выпал другой шплю, он тоже неплохо ооо, хорошо, спасу его еще, да, у меня сильная карточка, но надо просто забрать и все конечно же шпион да ладно, тюрьмой лекарь и тебе шпион талера тоже бы талера хотел, конечно, забрать мне больше нельзя ничего забрать, да о нет, почему вот бой норм а че я? что ты, я могу из боя вытащить его так ага, надудел значит на, тебе еще подарок еще надо делать так, как мне тут поступить? ну казнь сам дает, это тупо будет, если только мгла какая-нибудь летит ну че там, катапульта так серьезно, это уже серьезно это уже серьезно так, нет, у него еще может катапульта одна залететь, поэтому только так или парня так хмм Кповран-ворхесс arme склвс колские и солёс общ Говорят, Керес приехал. Не знаю, почему я не могу Клоку позвать. У меня просто не понятно, а он поддомик. Печальный. Свежие следы. Может, это Керзия? Что-то здесь не так. Призраки, что здесь? Если говорят, что здесь водятся призраки, значит, они здесь водятся. Я не вижу. Керес, она потеряла сознание. Надо ее вытащить. Что? Что случилось? Где я? Ай, голова болит. Тебя огрели чем-то тяжелым. Геральт, что ты тут делаешь? Ищу тебя. Краха тебе беспокоится. Я заберу тебя домой. Я никуда не поеду, пока не помогу удалить реку. Меч. Где меч? Я должна вернуться за мечом. Никуда ты не пойдешь. Ты едва пришла в себя. Я должна. Ты должна объяснить мне, что тут происходит. И при чем здесь меч? Это Броквар. Родовой меч клана Удальрика. Он нужен мне, чтобы с ним... Проклятие? Это долгая история. Обычай велит, чтобы родовой меч отошел первородному сыну. То есть Удальрику. Но отец отдал Броквар младшему сыну, Акки. В ваших краях это серьезное оскорбление. Настолько, что Удальрик нарушил священный закон Скеллиге. Надо думать, старый ярлы-то... Удальрик просидел три дня прикованным к столбу по пояс в морской воде. Когда наказание закончилось, они с Акки отправились ловить рыбу. Отец, наверное, думал, что совместный поход их примирит. У нас морские походы — это лекарство от многих болезней. К сожалению, в этот раз вышло иначе. Налетела буря, и Акки упал в воду. Удальрик был занят парусами и не слышал брата до тех пор, пока не стало слишком поздно. Не слышал или не захотел услышать? Этим же вопросом задается большинство людей на острове. Но вслух об этом не говорят. Что ты собиралась делать с мечом? Я подумала, что дух его брата хочет вернуть клинок. Дух брата? Сколько я себя помню, люди считают Удальрика из... Раньше я в это верила. Но теперь, когда... Значит, ты думаешь, Акки хочет отомстить, потому что Удальрик позволил ему умереть? Я говорила с Хьортом. Он клянется, что Удальрик не слышал голосов до смерти Акки. Хьорт вряд ли ошибается. Он знал обоих братьев с колыбели. Может, если... Идея хорошая. Что? Ты сказала, что Акки утонул. Может, потому что они оба здесь жили? Спасибо за помощь, Геральт. Но я должна вернуться за мечом. А, и речи будет. Правда? Спасибо. Ну, тогда я пойду куда-нибудь. Исключено. Ты едва держишься на ногах. Подожди меня здесь и пойдем вместе. Акки утонул. Акки утонул. Это еще что? Акки утонул. Акки утонул. Так ты нашел меч? Нашел Ну, веди Ты же был товарищем моего отца, да? Надеюсь, мы по-прежнему товарищи Но я слышала, вы из-за чего-то поссорились Или из-за кого-то И о той истории с Йеннифер Это давно было Еще до того, как Крах встретил твою маму Но вы с Йеннифер уже были знакомы? Ой, с Йен всегда все было непросто А что в ней такое? Что тебя к ней притягивает? Не знаю Может, мне просто никогда не нравились легкие пути Надо было выходить за мужчиной с материном А где Йеннифер? Не знаю, а что такое? Да вот любопытно Она что, прямо так тебя отпустила? Что значит отпустила? Ничего Ничего Просто мне кажется, она не любит упускать тебя из виду О, вот они Ужасно светло В глазах колет Свежий воздух пойдет тебе на пользу Боги будут недовольны Ярл, это наши гости, помнишь? Боюсь, мы слышали, о чем вы говорили Ничего Тайны тут нет Все на островах знают, что Ярл Удайрик слышит голоса богов Те голоса, которые ты слышишь Голоса богов Это не боги Выбирай слова, чужеземец Ты на земле Скелюге И здесь почитают богов Не будь ты гостем Анкрайта Ярл, ведьмак не хотел тебя обидеть Послушаем, что он скажет Возможно, голоса связаны с твоим умершим братом Я рассказала Геральту про Аки Мы пришли к выводу, что... Что Боди опечален и его гибелью Поэтому нужно попросить у него прощения Я... Я не хотел Аки упал в воду Я... Боги разгневаются Я помогу тебе И обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы их не разгневать Послушай, ведьмака Аяру Боги наверняка желают, чтобы ты примирился с Аки Что я должен сделать? Ты помнишь, в каком месте Аки упал в воду? У восточной оконечности острова, недалеко от входа в залив Нас снесло под иглу Улулы Это опасное место Водовороты утягивают там по несколько людей в год Мы отправимся туда Чтобы дух Аки обрел покой, нужно вернуть Броквар его владельцу Нет Нет, нет Боги Боги будут в гневе Я чувствую это Ярл, не страшись Боги любят тебя Наверняка они хотят этого Может, будет достаточно, если я сплаваю туда один? В конце концов, неважно, чьими руками ты вернешь меч В Аки было при себе что-то приметное? Что-то, что сохранилось под водой до сих пор Да, родовой перстень Пожалуй, этого достаточно Я поплыву Ань, гонщик, убейте Семен Геннадию ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Должно быть здесь DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Зачем? Что происходит? Дальрик. Голоса велели ему выколоть себе глаз. Что? Зачем ты это сделал? Такова была воля богов. Это жертва за арки. Чего именно хотели боги, ты помнишь? Что они тебе сказали? Они были в гневе. Голос сказал, ничтожный человек, ты не помог Акке, а теперь не поплыл молить о прощении. Выколи себе глаз, страдай и скорби за все зло, которое ты совершил. Когда с тобой говорили боги, сразу как я отплыл? Вскоре после этого. Меня одолела дремота, я лег. Тогда они объявили мне свою волю. Они всегда обращаются к тебе, когда ты спишь? Всегда. И что ты тогда видишь? Они призывали тебя в какое-то конкретное место? В мой старый дом. Они велят мне зажечь факел и говорят о стене. Боги ждут от тебя только страдания? Только оно им и мило. Потому... Ты сказал, что боги обращаются к тебе из тени. В моих снах иногда я вижу... Это великая честь видеть богов. Может, если бы в доме было светлее... Обычные люди не... Его преследует не дух брата. Так что с ним? Мы можем поговорить где-нибудь? Пойдем в комнату. Ну так что это? Хим. Существо, которое появилось после сопряжения сфер. Он присасывается к человеку, который совершил низкий поступок. Годами он жирует на его боли, подпитывает угрызения совести. И в конце концов вынуждает наносить себе увечья. Звучит... Невесело. Его можно как-нибудь одолеть? Ммм... Теоретически есть два способа. Ведьмачьи бестиарии говорят, что нужно провести ночь в логове Хима. Вместе с его жертвой. То есть в прокрытом доме? Место скверное. Но ты, должно быть, ночевал в местах и похуже. Одной ночевкой дело не обойдется. Нужно как-то выманить Хима. Он должен выйти из тени, показать себя. Только тогда можно будет его ранить. И наверняка он захочет с нами рассчитаться. Ты видела, у Дальрика это будет нелегкий бой. А какой второй способ? Хима вроде бы можно обмануть. Нужно притвориться, что делаешь что-то ужасное. Тогда он перепрыгнет на новую жертву. Когда Хим поймет, что его обманули, ему придется уйти. Надо попробовать. Я не знаю никого, у кого бы это получилось. Может, никто не смог придумать подходящую ложь. Я знаю, что ты сомневаешься. Но давай хотя бы попробуем обмануть Хима. Это может оказаться не так просто. То есть? Удальрик может не выдержать целую ночь в логове Хима. Ты думаешь, что Хим захочет его убить? Нет. Он не станет убивать кормильца. Но Ярл истощен. Дом вызывает у него болезненные воспоминания. А Хим попытается вытянуть все, что сможет. И чем больше боли он причинит Удальрику, тем сильнее станет. И тем опаснее для тебя. Хм. А что другой способ? Химдемон. А их очень трудно провести. К тому же обманщик не должен знать, что обманывает. Как это? Хим цепляется к человеку, совершившему какой-то низкий поступок. Возбуждает угрызение совести. И кормится его страданиями. Если обманщик уверен, что не совершил ничего дурного, Хим это почует. То есть, если одному из нас придет в голову мысль, что делать, он не сможет рассказать о плане другому, так? Иначе ничего не выйдет? Именно. Оба способа кажутся мне рискованными. Но я по-прежнему думаю, что надо прибегнуть к обману. Не знаю, я не... Только не говори, что в таких вопросах, если мы ничего не придумаем... Хм... Хорошее решение. Единственное место, где мы можем что-то... Ну, веди. Не стоит. Нужно осмотреться. Изящная работа. Должно быть, печника приглашали с большой земли. Цири. Нет, это невозможно. Зараза. Отпугнуть меня хочешь? Это хорошо, значит, боишься. Тут и ногу не мудрено сломать. Или шею. Старая колыбель. Наверное, тут спал маленький удальрик. Или акки. Геральт! Ты придумала что-нибудь? Да. У меня есть план. И очень надеюсь, что он сработает. А подробности? Просто подожди меня здесь. Я скоро вернусь. Что-нибудь еще? Ты сам сказал, что не должен знать подробностей. Надеюсь, ты знаешь, что... Я... Ну что, можем... Я готов. Хорошо. А ты пока затоп... Вон она! В старому дому бежит! Держи! Возьми. Положи его в печь. Верь мне. Осторожней с ребенком! Отдай мне ребенка! Клади его в печь. Давай же. Отдай мне. А-а-а-а! А-а-а-а! Отдай мне! Стоять! Стоять! Это мутарь какой-то! Зачем? Аки! Аки! Ведьмак не совершал зла. В нем нет ни вины, ни отчаяния. Только облегчение. Ты попался. Уходи. Все кончено? Да. Мы обманули Хима. Он решил, что я убил твоего ребенка и ушел от тебя, чтобы присосаться ко мне и питаться моим чувством вины. Но увидев, что ребенок цел и невредим, Хим исчез. Ты свободен, Ярл. Свободен. Хим ушел, а вместе с ним и голоса, которые мучили тебя. Идем отсюда. Что происходит? У меня в голове вихрь. Будто я в водоворот попал. Геральт, ты сказал, что все кончилось. Он истощен. Со временем рассудок вернется к нему. Что? Что я теперь буду делать? Ты растерян, но успокойся, это пройдет. Я чувствую, будто из меня что-то вырвали. Это нормально. Хим был паразитом, а они крепко срастаются с жертвой. Поэтому сейчас ты чувствуешь пустоту. Но не беспокойся, через несколько дней или недель ты будешь здоров. Спасибо. Наверное, прощайте. Лучше я его провожу. Кажется, он не в себе. Разумно. А потом, что ты будешь делать? Останусь здесь еще на пару дней. Уверюсь, что с ним все в порядке. А ты останешься на Спикероге? Не знаю. Мне тоже надо привести мысли в порядок. Йеннифер, наверное, уже извелась. Да что тебе до Йеннифер? Ты который раз про нее вспоминаешь? Да ничего. Просто я заметила, что вы очень единодушны. Хочешь сказать, я у нее под каблуком? И ты не исключение. Наверное, все мужчины... Неотесанный рыбак со Скеллиги. Отважный рыцарь. Суровый ведьмак. Каждый из вас, в конце концов, дает себя укатать и во всем слушает женщину. А ты храбрый. Поверил мне, незнакомой девушке. Не каждый на такое решится. Только не рассказывай об этом по всем островам. Не хочу прослыть под каблучником. До свидания, Геральт. До свидания. Ну что, друзья, я думаю, на этом я закончу с этой серией. Поэтому, будь обычный, старт лайк и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующей серии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok